Добрый день! Сегодня расскажу историю компании Seiko Philips. Сейчас она принадлежит китайцам, но до этого Philips выкупил Seiko. То есть итальянскую Seiko купили сначала голландская фирма Philips, которая из компании Seiko сделала производителя бытовой техникой вместо производителя кофемашин. Вот у нас есть две кофемашинки Seiko Philips Minuta, они одинаковые модели, даже абсолютно. Вот смотрите, давайте что у нас тут. 8761, но 14 год выпуска, вот цифра 94. И имеем 8761, то же самое, но 15 год выпуска. Между машинками по сути год. Начнем с отличий. Здесь сделан носик подачи воды в заварной блок, вот такой же как современный. По сути в нем ничего нет, стоит втулка пластмассовая с двумя уплотнениями внутри. И все. Это 15 год, современник кофемашинка. 14 год. Стоит носик, внутри него стоит металлическая втулка с пружинкой. И идея в чем, когда вы нет заварного блока или он не в рабочем состоянии, то есть люлька не одета на этот носик, вода не подается и некуда одеваться. В то же время, если включить помпу на вот этой кофемашине, по какой-либо причине, и создать давление, вода будет с носика просто бежать в поддон. Вопрос в том, конечно же, что в рабочей кофемашинке такого не случается, то есть помпа не включается в тот момент, когда заварной блок не в положении заваривания, либо не открыт носик выхода воды. Вот. Поэтому, как бы такой проблемы нет. Но в жизни кофемашинка случается всякое, там всякие проблемы странные, и в результате по стечении нескольких обстоятельств получаются такие моменты, когда отсюда просто бьет струя в поддон. Здесь машина, которая более странная, старая, запомните это. Здесь такого нет, потому что здесь сделано все по уму, никто не экономил. Дальше смотрим, что еще у нас отняли в компании Philips Seiko за год вместо совершенств. Заметим помпа. Здесь у нас идет Fenix 50. Здесь улька обыкновенная EP5. Как бы у меня вопросов нет, улька классная помпа. У этих история небольшая, но тоже вроде хорошие помпы. Поэтому по помпе, наверное, тоже удешевление. Наверное, тебе обходится дешевле. Но, как бы особо проблем в этом нет. Смотрим дальше. Кофемолки. По кожуху мотора видно, что тут он у нас оцинкованный. Здесь просто металлический. Я так предполагаю, что это идет тоже уже какая-то другая кофемолка. Мотор, во всяком случае, кофемолки тоже удешевленный какой-то. Что еще за металлический? Давайте смотреть. По длине трубок. Трубки. Здесь, учитывая возраст кофемашины, они смотрятся как новенькие, то есть ярко-оранжевый цвет и более длинные. Здесь даже на трубках решили экономить. Более короткие трубки, а не какие-то более тусклые. То есть сменили, наверное, поставщика и оплетка из другого материала. Здесь тоже сэкономили. Вот так. Вот это к тому, что компания Philips, а потом впоследствии китайцы пытались на этих кофемашинах заработать максимум денег, а никак не улучшая их со временем. Обычно так происходит. Есть конструкция, она со временем улучшается, но это не касается цели Philips. Была замечательная компания, а так. Ее начали пытаться сделать максимально прибыль. Ну, вот вам результат. С каждым годом даже одинаково мы даже номер не поменяли в модели. Вот. Год прошел, а поудешевили, а в будущем происходило все хуже и хуже. Поэтому, в принципе, современные сэка Philips я вообще не рекомендую покупать. Это доход совсем не вам и радость не вам, а компания, которая вам ее продает. Если она так к этому относится, то есть пытаясь у человека каждый год что-либо за его же деньги продать гораздо меньше. Вот вам ответ, конкретный пример. А так, спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...